И в продолжение темы детства. Организация отдыха и оздоровления детей. Главная тема заседания межведомственной комиссии. В этом году педагогические программы здравниц прошли аттестацию. Отдых маленьких анапчан и гостей курорта летом станет содержательнее. Авторов лучших программ отметят в конце сезона. Оценят теорию и практику. Планируется прием организационных детей. Как мы говорили, 48 заостряем внимание объектов санаторно-курортного корпуса общей вместимостью около 23 тысяч лет. Членам МВК необходимо еженедельно проводить мониторинг по организации работы детских грамот. В случае поступления жалобы на учреждение детского отдыха, запрепленный член МВК лично выезжает на место для выяснения обстоятельств. В первые дни летних каникул в анапских школах заработают 28 лагерей. Вожатые примут более 4 тысяч школьников. Спортивные школы и секции будут работать по летнему расписанию. Активную программу предлагают молодежные организации «21 век» и «Ратмир». Укомплектованы 40 детских площадок в городе и в сельских округах. Новинка года – проект «Кино нашего двора». Центр занятости предлагает школьникам подработать летом. В этом году много интересных вакансий, так что заработать на iPad, новый планшет или велосипед могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Дополнительную информацию можно узнать в центре занятости или в школе по месту жительства. И еще одна приятная новость. Администрация города и специалисты управления по делам семьи и детей разработали программу отдыха и оздоровления маленьких анапчан. Путевки в анапские здравницы и санаторий Кубани стали в два раза доступнее. 50% стоимости компенсируют за счет местного и краевого бюджета.